Ласчатеми кантаре Кон ла китарра и мано Ласчатеми кантаре Сонон итальяно Вот мы едем по обзорной экскурсии по Гену Вехали в туннель, который был построен в прошлом веке А где улица перепарить? Опять что ли? Вон она Грибальня Вон улица Грибальня Эта улица была лучше в Европе Грибальня 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 Здесь все улицы построены богатыми людьми, которые хотели показать свое богатство другим людям Грибальня Здесь вот по этой улице, ее называли золотая Потому что здесь как наша золотая молодежь, тут золотые ферзи собирались Вот эта площадь раньше была с вся фонтаном Это бутики, куча, так мы здесь с тобой шли И арома улица С левой стороны То есть королева Англия Елизавета останавливался с левой стороны Поэтому она еще частная А там пристегившая Толстая Здесь театр оперы Феличи Время баракардировок второй мировой войны театр был частично разрушен Вот Да, вот площадь Феррари Самая красивая площадь Феррари И фонтанчик Вот это, на котором мы уже фотографировались Сейчас мы езжаем на улицу Данте Сейчас мы поедем в самую высоту, вот она впереди, в высоком здании, 139 этажей на нем, она считалась самым высоким, как раз эта улица выезжает. Вот они, башенные ворота в 1125 году, на Фридрике Барбаросса были построены, чтобы защитить его. За 8 дней были построены эти ворота, приближающие Коломбо, а вот оно, вот это, нет, вон тот сзади, это от Коломбо, единственное знание осталось, это Коломб, провел здесь все годы юности, прежде чем отправиться в путешествие Коломбо, вот это единственное, что осталось от него, о памяти о нем, единственное здание осталось. Вот, все выставлено мотоциклетки, у людей паркуются, одни мотоциклетки. А вот это, это высокое здание, самое высокое здание, которое 139 этажей, было самое первое построено. Вещаем в туннель, очевидно. Вещаем в туннель, очевидно. Вещаем в туннель, очевидно. Раньше были жилые застройки. Упусти магазинов, которые тоже занимались. И там получилась естественная история, сами дома сохраняются. Это Площадь Победы, это самая большая площадь Вены. Неизвестного солдата, фашиста, а не германия. Здесь лестница, посвященная неизвестному солдату. А вон ворота какие-то слева. Слева это, наверное, Триумфальная арка. Если это Площадь Победы, то Триумфальная арка сама собой должна здесь быть. Эта Площадь использовалась для военных парадов. Эта монотоментальная арка была построена в честь погибших в Первой мировой войне. Сейчас эта площадь используется для концертов. И сейчас используются очень часто, снимаются здесь клипы и всякие музыкальные композиции. Какая красивая. Сегодня в Гену пасмурно. Похолодало. Сквозь местные пробки пробираемся вперед, все дальше и дальше. Наш сегодня маршрут будет достаточно долгим. Такие красивые здания в центре, которые когда-то жили богатые люди. Здесь проходим выставка цветов первого центра города. С села Первого. Там большая выставочная цель. Которая, на принципе, нравится стоит на земле. Купаться. Забрала. Ой, я же августа буду купаться. А что я на рукавничек один? Это вообще супер. Ну, здесь такие. Здесь парагаз. Вот Peugeot. Сервисный центр. Вот. Мерседес. Машин немерено. А мотоциклеток еще больше. Все машины попуцаны. Может попробуем проезд по таким дорогам. Едем дальше. Это место называется Район Густи. Называется она улица партизанских бригад. Бригада. Была построена на засыпанной реке Пизанин. Когда-то здесь выращивали фрукты и овощи. Жители, которые продают здесь что-то до сих пор не бывают. Потому что раньше здесь продавали очень много простых овощей. А сейчас вот видите, что здесь располагается. Такие переходы. Такие здания. Сегодня это современный район, который соединяет старый, старый город и современную его часть. Здесь расположена современная улица и театр современного полнавера на поле современного искусства. Субтитры подогнал «Симон». И все. Красиво. Железнодорожный вокзал. В обратной стороне находится площадь, носящая имя Джузетта Верди, композита, известная, которая псалоидна, проживица, кстати. Отсюда можно доехать до наличных. А ты не откуда едешь? Продолжение следует. Турист изучает следующий маршрут. Лимончеллу хочу. Уже? Так что уже время 3 часа, а перед мне спать пора. Во-вторых, лимончеллу пустить. На всякие банки проезжаем. Дженерали. Здесь вот сидят и считают бабки. Здесь зеленые окошечки. Такие у них шторочки и жалюзи. Тихо, это улица 20 сентября. Объединение Италии и Рима. Здесь богатство архитектуры и эфирного города. Здесь в патриотическом стиле поздно. Делать представление об итальянской футболе вручном. Сюда приходят полюбоваться витринами. А мы почему не ходили здесь? Поворотись. А мы все ходили. Даже витринами не полюбовались. С правой стороны. А я там этого. Я хотела там Быстро и утешение проехали. Сейчас будет здание в самом известном городе. Вот это, наверное. О, лютик. На блютик. Здорово. Бонжорду. Вот это мост монументальный. А, мы здесь поиска. Мы здесь машину ловили, когда первый день. Как же здесь в ХМФ купило много шайчиков. Да, потому что. Здесь где-то изобрели ассигнации. Чьи итальянцы славились тем, что они любят все изобретать. Вот эти прилипы. Ассигнации. Вот национально, наверное, чего-то. Приехали опять на эту же площадь. Мы уже проехали. Мы дальше поворачиваем. Мы здесь помним? Да, да, да. Смотрите, мы здесь съели. Лепешки фокаччо. Это самый деликатес и фирменное блюдо именно этого. Это мы вчера ели. Мы не ели. Не-не-не. Это такая лепешка, куда все добавлено. А сверху, наверное, вот этот сыр и так далее. Он местные доги гуляет. Доги. Объезжаем в новую улочку. По этой улочке мы уже ходили. Вот часы тут такие показывают. Сколько сейчас таймов. И это светопод. Карабинер. Налево, налево, слева. Вон карабинер. Ага. Вот местный карабинер. В первоодежде. Не успела перебить его тут? Нет. Чуть-чуть. Я тут бы засмотрелась на всех. Там такие были кусочки тортика. Они меня манят вот в этой кафешечке. А кусечка, чтобы мне не говорила, была правдовала жеркрестика. Это жеркрестика сцена. Вылезли мотоциклы, мотоциклы, сплошные мотоциклы. Красивое строение. Гена из окна этого автобуса выглядит вообще симпатично. Плышит корветка. Луконная статуя. А вот там другая статуя какого-то политика. Которая кто приверживается к объединению Италии. Материально исполняется. Есть сейчас. Какие красивые. Материально исполняет. Парики и всякие шарапочки. О, пальмы с финиками растут. А вот это хотел какой-то, хотел, не хотел, захотел. Там какие-то спуски. А здесь мы не были с тобой, по-моему, да? Это я чуть не узнаю. Может быть это вот тот же театр, только как бы с другой стороны. Может быть. Здесь гостиница с начала простого века. О, Кристофора Колумба была. За Луну. Павильный. В 1868 году. Первый вокзал. Зелезнодорожный. Опять железнодорожный? Мачехов или у него? Ну. Ну, наверное, теперь с другой стороны заехали. Чтобы его и сзаду, и с переду можно было глянуть. Этот вокзал называется Принчебе. В 1530 году мы едем сейчас в дворцу Палаца до Принчебы. Раньше здесь были одни фалмы, которые спускались к Луну. Теперь застройка. Использованную посуду раньше вы видели в море, показывая свое богатство. А жители вылавливали эту посуду для того, чтобы принести электролю. Который вы используете ее обратно на следующее пришество. Да, здесь же не было. Здесь мы не ходили в этот комплекс. Нам расположены дома. Вот такие штучки в ручке. Круг, гаран, все. Наверное, вот этот дворец. Мы здесь заблудились. Да, вот, слушайте. Мы где-то тут кружили, по-моему. Да. Справа находятся улицы. Видимо, каким-то мостом. Справа отставляем этот дворец. Едем к пассажирскому порту. В 1860 году был создан первый терминал. В 1930 году он был расширен, приобрел нынешние размеры. Лайнеры в Америку отсюда в основном ходили. А сейчас это терминал для круизных лайнеров. Вон они. В начале блеск был делом саммита у Большой Восьмерки. Торговая портовая зона начинается здесь совсем не так. Вот. Здесь вот такие под мостами располагаются понятные штуки. Вот такие лайнеры круизные. Вон он как тут находятся эти лайнеры. Сегодня совсем не жарко. Мапусечка вообще там спрятался. Уже вон дрожит как зайчик. Ну-ка подрожи. Одиносик сегодня закаленыш. Хочет в моря и кияны. Вот тут у этого порта старого такая щеляна расположена. Здания такие. Наверное флаги Большой Восьмерки. Вот. Нигиа. Какая-то Италия располагается. Многие здания здесь раньше располагались для портовых. У портовых структуры здесь располагаются. Располагались когда-то. Этот трейс-город был сильно обновлен. И он вернулся к историческому облику. В 2001 европейской столице Генуя стало. Потому что здесь проходил саммит Большой Восьмерки. Вот этот здание с красных кирпичей сейчас будет. Здесь отправлялась больница для паломников. Которые шли на святой землю. Вот это музей моря Галата. Катогеном стал европейской столице Генуя. Где-то он был здесь маяк. По сей день функционирует. На горизонт куда-то надо смотреть. Здесь дома построенные на молах. Что позволяет здесь... Романом Павловске фильмы пирата были. Вот Галеон. Сейчас мы его будем проезжать. В фильме пирата используется. Вот он. Вот Галеон он. Видна немножечко. А вон маяк видать. Маяк самый первый так и остался. Достопримечательный остров. Вот это Галеон. крес revived. В�单 estás. Вершили прохождение. Субтитры создавал DimaTorzok